и вновь доброго времени суток дорогие друзья и уважаемые подписчики канала красный дракон мы играем в игру века конфликт и у нас сегодня такое видео по обновлению века конфликта 26 чтобы 0 3 20 20 как уверяют разработчики в 7 часов по москве но у нас уже 27 число и как мы видим что у нас обновление еще можно сказать не подъехала то есть у нас до сих пор все то же самое и давайте уже будем смотреть наверно по факту дождемся все таки мы это обновление но пока что я хочу вам процитировать на то что они писали что они готовили для нас и будем надеяться что все таки мы это увидим в игре пришло базовое обновление предстоящие новые башни модульные уровни и многое другое подробнее смотрите ниже будем объяснять описывать также в этом выпуске ожидаются новые истребители покрова виндиго и луч дэдби которые дебютируются вместе с ним что ж вот такой вот кораблик виндиго они нам хотят показать истребитель так и также они говорят что мы прислушаемся к вашим размышлением о недавних улучшениях связанных с возрождением и начали изучать потенциальные изменения есть два основных фокуса для этих изменений первое это сохранить ощущение победы а второе решить проблему с охранниками базы которая может потребоваться чрезмерно большого количества атак зависимости от количества используемых охранников ну в принципе необходимая вещь и так считаю потому что у нас сейчас база крошатся просто на изи как я уже говорил как вы сами это уже почувствовали и охранники базы но просто необходимы для этих целей иначе у нас эти монетки которые мы зарабатываем улетают прямо в никуда медальки так по мере того как работа над этими деталями будет завершена будет размещена дополнительная информация будем надеяться что это все-таки будет и будет работать у них слаженно и складно как уже упоминалось ранее версия браузера века конфликт завершается ориентировочный срок выхода это апрельский релиз это позволит вам играть на лету и вам нужно будет только загрузить ticsize.com то есть они опять возвращаются к браузерной игре браузерной версии игры века конфликт ну тут двоякое мнение то есть если вы играли со стима у вас был только ну один или соответственно 23 аккаунта то есть нужно дополнительно аккаунта к этому делу но теперь с браузерной версии я так предполагаю что будет больше больше у нас ферм опять фермеры опять ликуют радуются ну что ж если у них есть на это время и средства почему бы и нет и так ивенты у нас скоро будут ивенты начнутся и такие вот прям грандиозные по их мнению ну мы все это оценим сами и обсудим соответственно это инфильтрация вот так заработайте истребитель покрова виндиго и дает бим начиная с пятницы 5 апреля с двух часов по москве вот этот кораблик мы будем пытаться заработать именно в этом ивенте инфильтрация дальше мобилизация материалы для модернизации виндиго мк2 мк4 и фрагменты дэдбим 3 готовы взятию в апреле дальше идет децимация обновите виндиго до мк6 заработав материалы для обновления найденные в ивенте децимация далее у нас идет война в альянсе получите максимальную эффективность заработав материалы для модернизации гранд мастер и фрагменты пустотная сдвоенная торпеда 3 войне в альянсе в этом месяце в следующем месяце берегитесь носителя монолит вот так ну и далее у нас идет ивент гражданская война приготовьтесь гражданской войне и сразитесь за полномасштабную войну в пвп в которой вы сможете заработать призы получив высшее звание лидера так далее у нас идет все по базам по корпусам и технологиям которые они будут у нас анонсированы и так корпуса прогрессируйте в бою используя виндигл покрова которые превосходят в ближних агрессивных столкновениях технически луч диады первый луч восьмого уровня который использует повреждение энергии большому сожалению у меня нету картинки этого луча но в скором времени надеюсь явно продемонстрируют даже сейчас если вот смотреть что у нас есть по игре вроде вот они говорят что скоро скоро в скором времени но даже в чертежах вот этих кораблей нету еще пока ни кораблей не оружие то есть ничего нет то есть для нас еще ничего не подошло ничего ни одно из обновлений и так далее у нас способность триггера триггерная способность выглядит вот таким образом омни лезвие стреляет под разными углами атак выпуская массивную энергию с ближнего радиуса действия одним нажатием кнопки то есть специально там как вы знаете я сейчас у кораблей определенная функция будет стрелять по заряду определенными вот такими бонусными орудиями дальше корпуса вновь корпус и это корпус это байт давайте вам продемонстрирую как он выглядит вот такого цвета байт он прям выглядит футуристически дайте еще вот так вот прямо вот такой вот с черепом впереди с черепом как будто руки вытянутые вперед ты соответственно готовы атаковать и так это у нас дредноут фармакон восьмого уровня использующий его салва стутер овердрайв и гига пулс овердрайв а также тактика ударов и движения чтобы управлять полем боя далее у нас технология базы берегитесь ракетной туры или нового который наносит взрывоопасные повреждения с помощью а о и они могут быть преобразованы варианты повреждения разъедающие плазменные и ксена в технологиях базы башня atomic drive turret это кинетический драйвер дальнего действия конвентируемые в модификации для нанесения повреждений разъедающего плазменного и ксена урона соответственно технологии базы продолжаются это резонансные пластины обеспечивающие дополнительную защиту базы и дают бонусный прирост энергии щита и вновь по технологиям базы последний у них анонс это повысить уровень защиты своей базы с помощью плазменного поля разъедающего поля и ксена поля который обеспечивает энергию защиты защиту и удаленное сопротивление при повреждении определенного урона контенты в модуль моста добавлено абилляционное подавление в модуль добавлен бонус дпс также обновление модулей это мостик верь в корабельный завод боевой модуль и ангарный модуль также было добавлено большое пространство между за спавненными целями в событиях что облегчает их выбор но было реально когда мы бывает ждешь определенных флот и спавна там просто друг на друге кишмя кишала там этими флотами и если только не автопоиск который тоже работал не так как хотелось некорректно он просто прям ближний корабль летит он его не видит отправляет вообще в другую сторону кто теперь вот идет большое пространство то есть и между ними оставили пространство чтобы облегчить их выбор баги и ошибки исправлены ошибки при которых компоненты отображались как чужие место ксена исправлена ошибка в менеджере флота когда пустая строка могла быть добавлен список статистики при переключении кораблей устранена проблема при которой оператор фармакон мог отображать повреждение экрана списке состояния исправлена ошибка при которой значение воет бинарная торпеда и мародер гранд мастер xp были неверны и также исправлены проблема в кооперативных сражениях в которых корабли фармакона могли получать повреждения в фазе но это вообще жить итак теперь переходим к нашему апрельскому ивенту истребители точнее что будет у нас в апреле в апреле это истребители покрова виндиго вот как я уже говорил как вы можете видеть как он выглядит вот такой виндиго и у него есть вот такие раскрасы для них специально сделанные ну то есть это как обычно у нас сейчас все корабли красятся и он не будет в этой части каким-то делом виндиго наступательное чудовище ближнего боя используется для овердрайва которые навевают хаос вы не захотите попасть под его огневую дугу его овердрайв скрэмбл позволяет вам прорваться сквозь пространство к цели а затем наброситься используя урон от стаков кровожадности чтобы покончить с врагом дебют виндиго в инфильтрации начинается с пятницы 3 апреля с двух часов по москве также у нас анонсируют вот такой вот как я уже говорил дредноут фармакона затабайт ранее названы некротизером фармакон затабайт берет на вооружение сильные стороны уникальные качества секфолта а затем поднимает его на ступеньку выше в качестве силы с которой нужно считаться затабай блокирует врагов с помощью овердрайва стутер сэлва а затем раздражает их с помощью овердрайва гига импульс ночью прикольно я думаю будет если все пойдет замечательно как они нам это предлагают то будет все хорошо и красиво обновление базы базовом левели уже прибывает на этой неделе но подождите есть еще кое-что в апрельском релизе будьте готовы к изменению ремонта всего за золото для ремонта базы и следите за бинарной торпедной турелью то есть также будет изменение рим ремонт всего то есть ну как вот мы помним что вот есть отдельные части которые можно будет отремонтировать и также будет отдельной и отремонтировать все за золото изменение стоимости золота репару all запланировано на апрель вместо того чтобы платить золото за каждый ремонтный модуль только самая большая стоимость модуля будет окончательной стоимостью ремонта однако это может произойти в мае как позволит время ну то есть опять-таки монетки монетки копия монетки ну и вновь от триггер на способности он не блэйд если ты любишь луч омеги тебе это понравится еще больше есть если ваши заклятый враг проберется сквозь строй вашего флота активируйте он мне лезвие чтобы упаковать удар охватывающий несколько углов атаки также в мае нам вот такой кораблик пока в тени он алтайский рейнджер артемис анонсирует артемис уникален снабжен дронами после активации атакующего овердрайва во время наступательной перезагрузки беспилотники уничтожают здоровье противника что в крайнем случае может послужить ценной приманкой оборонительный овердрайв срабатывает при нанесении урона щиту обеспечивая дополнительную мощность когда она больше всего необходимо также разработчики соответственно кексайз не обошли и они скины вот такие вот они скины которые они посчитали почему-то очень такими привлекательными и популярными учитывая популярность скина для корпусов они настоящее время планируется выпустить их для корпуса восьмого уровня по аналогии с нынешними восьмыми уровнями они будут поступать как одноразовые кредиты они будут появляться в предложениях ограниченного времени следите в оба говорят кексайз нам и поэтому если вы что-то хотите такое приукрасить свои они корабли они флота то вам как раз таки эта информация будет я думаю по душе и далее у нас идет новинка новинка такого вот капитана нового это у нас командующий флотом и вырозен эксперт от взрывчатым веществам повышающая скорость флота титан и предоставляющий важнейшие бонусы по ауэ и взрывчатым повреждениям впервые или будет доступна во время майского майского ивента децимации то есть вот следите за этим делом потому что реально здесь будут такие интересные вещи происходить ну и еще раз о дредноуте затабайт когда корабли сбиты а вы смотрите какой флот поставить дальше вам захочется чего-нибудь столь же свирепого как и ваше упорство уничтожение врагов вот куда приходит затабайт мы с гордостью представляем следующее поколение дредноута фармакона где силы уникальной сейкфолта сочетается с тактикой ударов движения фармакон давая вам возможность управлять полем боя и далее немножко о ядре затабайта при рассмотрении дизайном мы внимательно рассмотрели сильные стороны уникальные стили игры сейкфолт по сравнению с другими дредноутами а затем оживили его до новой максимальной мощности опираясь на тактику ударов и бега которого определяет фармакон как фракцию возникла необходимость в улучшении контроля над полем боя что привело к двум овердрайвом наступательный овердрайв содержит противника сдерживает оборонительный овердрайв наносит тяжелый урон дот это не только помогает контролировать участки поля боя но и даст возможность решать когда где и как будет происходить бой это то что отличает затабайт от остальных затабайт как и сэкфолт демонстрирует самую быструю скорость дредноута для каждого уровня позволяя быстро перед передислоцироваться в бою нанесением максированных повреждений во время фазы мобильности вовне фазы дот и сильная защита придает затабайт свою мощность для того чтобы укрепить эти основные характеристики было принято важнейшее решение предоставить затабайту гибкость для включения или выключения когда это необходимо для за это это статор слоев и гига пульс и далее немного о статор слоев овердрайв когда затабайт входит в фазу он выстреливает одной торпедой движимой высоко щелочной плазмой которая парализует подвижность и разъедает эбилиционную броню за этим овердрайвом скрывается намеренно блок намерение блокировать врагов так как она использует повышенную скорость от фазы до перепозиционирования обладая большой дальностью действия и большей площадью поражения это помогает удерживать группы врагов от приближения и отсечения затабайт при попытке передислокации так как враги заблокированы любой любые стаки дот принимаемые вне фазы будут разрушать здоровье врага всегда ставят их на один шаг позади затабайта так как они не способны эффективно нанести ответный удар гига импульсной овердрайв когда защита затабайта получает определенное количество урона она высвобождает массивную волну временной плазменной энергии применяет дот к противникам попавшим под взрыв когда любой неудачливый враг все же приближается к затабайту то он использует рой или грубую силу воплощенную в дредном деле виафана однако из тактик возмездия является сопоставляющей удар противников за ударом до тех пор пока он не сможет фазы фазионировать или перепозиционироваться применяя большое количество дот когда ваша защита активна любой враг который плохо подготовлен к дот увидит что его здоровье уменьшается затабайт решает как корпус имеющий уровень мощности дредноуда в сочетании с наступающим и защитой затабайт является силой с которой нужно считаться контролируя движение противника и используя тактику удара и движение фармакона больше всего известен при столкновении затабайта высокая скорость контроль над полем боя и внимательное пилотирование является ключами к использованию этих сильных сторон будучи быстрым дредноудом ускорение в тяжелой ситуации возможно так что убедитесь что не попадете в окружение выход из фазы все еще представляет угрозу для затабайт так как его овердрайвы хотя и мощные могут быть перегружены неблагоприятным позиционированием если вы будете помнить о позиционировании и фазовых циклах этот тип ситуации можно смягчить но не позволять врагу решать затабай там вы решаете когда где и как разворачивается битва вот такие вот у нас новости все которые должны быть или будут смотрите читайте все это в дневниках в разработчиках а с вами я прощаюсь до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии всем спасибо что смотрите всем пока пока и увидимся в ближайшие выходные в ивентах которые не забудьте еще раз вам скажу что это инфильтрация 5 апреля дальше мобилизация где вы можете достать материалы для вендиго мк2 мк4 децимация где мы можем достать обновить вендиго до мк6 война в альянсе но и гражданская война где можете поучаствовать в пвп режиме всем спасибо что смотрите берегите себя не болейте не хворайте и всем до скорой встречи пока пока